Если к нам с пищей попадают яйца всевозможных листов, то они в желудке перевариваются. А если у нас нулевая кислотность, то эти яйца спокойно попадают дальше в кишечник. И там прекрасно развиваются. На вскрытии очень часто наблюдается, что люди практически все червивые. Причем каких-то червей только нет. Больших, маленьких, толстых, тонких, с головкой, без головки. И они забиты во всех абсолютных органах. В кишечнике, поджелудке, в желудке, в печени, в мышцах, в венах, в мозге даже. И даже в грудных яблоках. Они везде. Почему мы не чувствуем их? Потому что у нас органы лишены внутренней нервации. У нас только вот мышцы. Мы можем в мышцах чувствовать передвижение этих тварей. И если в кишечнике, то там ружейка, которая крепит кишечник, она только иннервирована. А все остальное не иннервировано. И мозг тоже не иннервирован. Поэтому у нас ничего не болит. А заражение у нас происходит постоянно. Особенно сейчас, когда мы покупаем импортные фрукты и овощи. А у некоторых странах, например, в Китае, принято поливать фрукты и овощи своими фекалиями. Но при стопроцентной инвазии населения, естественно, все эти фрукты и овощи заражаются этим яйцеглистом. И вы их потом сколько не моете, потому что этот яйцеглист попадает внутрь этого овоща и фрукта, вы все равно заразитесь. И если при этом вы едите горячую пищу, то у вас просто-напросто этот яйцеглист имеет возможность размножиться. Потому что кислотности будет никакой. У нас в организме, в силу того, что существует пищевой лейкоцитоз, простейшие, то есть микробы в основном, и прежде всего трихомонады, они у нас замещают наши клетки, наши ткани с собой. Вот по подсчетам Свящевой, где-то в год у нас 1% нашего веса заменяется вот этими микробами. Ну потому что у нас белые кровяные тельца все в кишечнике, а здесь в организме микробы проникают уже очень постоянно в организм, через легкие поступают, через кожу, и их никто не трогает. Естественно, они начинают себе искать место под солнцем, они захватывают иннервацию, они захватывают здоровые ткани, и они уже диктуют нам условия. Это, кстати, не только простейшие, даже глисты, оказывается, могут диктовать нам свои желания. Вот Бутакова приводит такой пример. У женщины был солитер, и она очень любила сметану. Ну, могла вот просто тряслась и могла есть ее килограммы. А когда у нее удалили этого солитера, она когда увидела сметану, ее стошнело. То есть нормальная реакция нашего организма на сметану – это стошнится. А представляете, что насколько сильное желание у этого было солитера, что он забивал наше желание, он управлял поведением. Ну, вот если у нас 1% в год заменяется наших тканей на вот этих вот паразитов, но они не обязательно паразитов, но, как правило, они, в общем-то, вынуждены поедать клетки нашего организма и становиться на их место. Так вот, подсчитано, что когда у нас заменяется 66%, то возникает смерть. Ну, у нас средняя продолжительность так и получается в 66 лет. То есть года человека начинают кормить вареной пищей, так, к 66 годам, в принципе, уже все. В 60, в общем-то, полный иммунодефицит. То есть в 60 лет людей можно уже однозначно говорить, что они спидоносители, то есть иммунодефицит. Есть еще один источник поступления паразитов, который связан с нашими эмоциями. Это вот выявила, опять же, Свящева. Оказывается, у нас в крови, значит, вот по центру артерии концентрируются эритроциты, которые переносят кислород, красные клинные тельца, переносят кислород к тканям. Потом идут лейкоциты, которые охраняют эритроцитов от всяких воздействий и нападения микробов. И по краям, близко к стенке сосудов, концентрируются тромбоциты. Тромбоциты – это безъядерные маленькие клетки.